Неуязвимый для бомбардировок заводы Третьего Рейха один из самых масштабных проектов в истории человечества. Чудо оружия Германии должно было нести смерть и разрушение ее врагам. Гигантские подземные заводы предназначались для непрерывного снабжения вермахта. Министр вооружений Альберт Шпейер разработал для фюрера грандиозный план. Сегодня лишь немногие могут пройтись по развалинам того, что осталось от этого проекта исполинских масштабов. Сотни тысяч рабов выкапывали горы породы. В этих системах подземных туннелей должны были производить оружие, имеющее существенное значение для ведения войны. Но насколько близко нацисты подошли к осуществлению дерзкого проекта? Что бы произошло, если бы подземное производство оружия работало успешно? Привела бы развязанная Гитлером война на уничтожение к миллионам новых жертв. Подземелья Рейха. Угроза снизу. Склон неподалеку от баварского города Обер-Амергау. Здесь скрывается от любопытных взглядов одна из систем туннелей, разработанных нацистами. Единственный вход залит бетоном. Лишь один официально уполномоченный геолог имеет право его открыть. Раз в несколько лет он должен убедиться, что внутри все в порядке и там никто не был. Хайнц Рабе отвечает примерно за 20 систем подземных туннелей в южной и восточной Германии. Он должен проверить, насколько безопасны сооружения, построенные более 60 лет тому назад. После окончания войны американцы побывали в туннелях Обер-Амергау. И все тут обыскали. С тех пор туннели стоят пустыми. Деревянная крепь прогнила, и в любой момент из свода могут выпасть камни. Во время войны завод принадлежал компании Мессершмитт. Это было защищенное от бомбардировок предприятие, где производились и разрабатывались самолеты. Судя по плану, здесь было три или четыре входа. Мы открыли один. Остальные были взорваны в конце войны. Здесь у нас два параллельных туннеля длиной 80-90 метров. Они соединены перпендикулярными проходами. Они использовались как неуязвимые для бомбардировок предприятия. Еще до окончания войны союзники знали о 340 подземных стройках. Более 400 получили кодовые названия за время существования Третьего Рейха. А в планах Министерства вооружения содержались указания примерно на 800 предприятий. Руководство нацистов испытывало некоторые колебания, прежде чем распорядилось о строительстве заводов. Только летом 43-го года, по мере нарастания разрушительной мощи авианалетов, союзников, гитлеровский министр вооружений Альберт Шпеер получил добро на перевод производства под землю. Поначалу производители вооружения отвергали эту идею, даже несмотря на то, что расходы несло государство. Планы им казались сырыми, а их выполнение хаотичным. Поначалу нацисты расширяли существовавшие рудники. Один из первых проектов был реализован в конце 43-го года на берегу реки Некор, кодовое название Нойшаттат. Ничто на этих живописных, поросших виноградом склонах не указывает на то, что глубоко под землей расположен целый лабиринт. Конец первой части Подземелье Рейха, часть 2 Некерцемерн, Германия. С начала 19-го века здесь, на глубине 120 метров под берегами реки Некор, был гипсовый рудник. Во время Первой мировой войны рудники использовались для производства динамита, а с 37-го года для хранения боеприпасов. Затем, под руководством Альберта Шпейра, эти шахты были значительно расширены. По этой железной двери не определить, что находится за ней. Подземный город. Толщу склона пронизывает дорожная сеть протяженностью 34 километра. Здесь, на площади 130 тысяч квадратных метров, должны были построить гигантский военный завод. Он был частично запущен весной 44-го года. В настоящее время сооружение занимает 170 тысяч квадратных метров. В Некерциммерне размещены части германских вооруженных сил. Во время Второй мировой войны сюда были переведены два предприятия. Производство гильз с ближайшего завода боеприпасов и производство шарикоподшипников с завода, первоначально находившегося в Швайнфурте. В 1957 году, когда армия начала расширять это сооружение, Европа находилась в кризисной ситуации холодной войны. Из-за вероятной угрозы столкновения требовались сооружения, защищенные от ядерного оружия, где можно было бы хранить высококачественные запчасти и производить необходимые ремонтные работы, даже в сложных военных условиях. Здесь под землей работают 720 человек, обеспечивая армию материалами и запчастями. В тех же туннелях, где сегодня хранятся припасы для миротворческих миссий немецких войск в Косово и Афганистане, 60 лет назад производилось оружие для войны. Расширение системы туннелей должно было стоить не менее 50 миллионов хрейхсмарок. К концу войны проект был завершен лишь наполовину. Заводы шарикоподшипников в Швайнфурте, в частности, были одной из целей налетов бомбардировщиков-союзников. Несмотря на большие потери, американцы сравняли заводы с землей. Однако на том этапе не была достигнута их главная цель, а именно парализовать производство запчастей для гитлеровского вермахта. До 80% основных военных предприятий планировалось перевести под землю. Кроме заводов шарикоподшипников, это были заводы по производству авиадвигателей, цистерны для топлива и секретной ракетной программы СС. Запустить удалось лишь около 20% этих проектов. Эти предприятия, которые считались жизненно необходимыми для ведения войны, были хорошо замаскированы от разведывательных самолетов-союзников. Огромные топливные цистерны нацистской Германии укрывались под землей, начиная с середины 30-х годов. Одно такое хранилище под Бременом, сооруженное более 60 лет тому назад, функционирует до сих пор. Принадлежащие государству сооружения должны регулярно обслуживаться. В цистерны допускаются лишь подготовленный персонал. В каждой из 80 гигантских цистерн помещается 4000 кубометров топлива. Они изготовлены из 12-миллиметровой корабельной стали и залиты метровым слоем бетона. По всей территории Третьего Рейха строительство подземных сооружений придавалось первоначальное значение. Усилия противника по уничтожению в Германии производства оружия систематическими массированными бомбардировками провалились. Своевременно и с германской тщательностью производство ключевых изделий перенесено под землю. Этот пропагандистский фильм называется «Оружие руки-сердца». Он содержит редкие кадры подземных строек. Эти эпизоды были сняты в Кале, в Тюринге, где строился авиазавод. Кодовое название – ЛАХС. В основном грязную работу в туннелях выполняли в нечеловеческих условиях иностранные рабы. В первый день нас разделили на группы. Перед нами выступил немецкий офицер, который сказал, будете работать, пока не упадете мертвыми. Три человека должны были бурить отверстия в туннелях, еще трое работали лопатами, а один отвозил полные вагонетки. Мы стояли на лесах и бурили огромные отверстия в своде 2,5-3 метра глубиной, которые заполняли динамитом. Затем все это взрывали, и мы возвращались к работе и сразу же начинали сгребать породу лопатами. Мы даже не видели друг друга из-за пыли и газа, но они были беспощадны, мы должны были продолжать работу. После изнурительной 12-часовой смены десятки тысяч рабов получали скудный паек. В начале февраля 1945 года в Калу на строительство отправляли даже 15-16-летних подростков. С технической точки зрения концепция была хорошо продумана и основательна. Разработана с учетом превосходства союзников в небе над Германией. Но средства реализации, конечно, были чистым безумием. Паровоз должен был мчаться на всех парах, хотя было вполне очевидно, что он мчится навстречу катастрофе, а именно навстречу крушению тысячелетнего Рейха. Все творившиеся жестокости находятся за пределами понимания, за пределами чувств нормального человека. Руководство Германии объявило, что небо над Германией должно быть очищено и будет очищено. Наши изобретатели-конструкторы противопоставят вражеским бомбардировщикам самолет, непобедимый и в обороне, и в наступлении. Одним из самых охраняемых секретов Рейха было новое оружие, которое производили в Кали. Это были реактивные истребители МЕ-262. Первый самолет был готов к взлету к середине февраля 1945 года. Реактивный истребитель был похож на рыбу. Он был ультрасовременным, очень изящным и, предположительно, очень быстрым. Ходили слухи, что каждый месяц планируется производить по 1200 истребителей. Мы не могли в это поверить. Но все происходило у нас перед глазами. Мы все испытывали страх, потому что понимали, что если война продлится еще дольше, нам не выжить. Эти кадры и Каллы были сделаны американской авиацией в 1945 году. Отчетливо видны бетонированные входы и грузовой лифт на склоне горы. В толще горы нацисты планировали построить туннель общей протяженностью 30 километров. К концу войны с помощью взрывных работ была сделана почти половина этого объема. Туннели вели в истинный центр завода. Четыре огромных подземных зала общей площадью 27 тысяч квадратных метров, где должны были развернуть производство. Мы находимся в одном из огромных залов, которые планировали использовать для сборки реактивных истребителей МЕ-262. Здесь истребитель собирали, а затем вывозили на поверхность через этот большой проем в туннеле. После этого его на лифте поднимали на гору, откуда он должен был взлетать. На полностью изрытой горной гряде немцы для этого построили взлетную полосу. Серийное производство реактивных истребителей было лишь вопросом времени, но вышло так, что лишь немногие из них смогли отсюда взлететь. Я помню два взлета МЕ-262. Мы работали снаружи и видели лифт на склоне, а также то, что делалось на поверхности. Мы все смотрели вверх, и кто-то уже показывал на горизонт, а потом мы увидели этот необычный самолет, летевший с невероятной скоростью. Можно было сказать, что МЕ-262 это еще одно чудо-оружие. Нацистское руководство возлагало большие надежды на потенциальные возможности нового чудо-оружия. Но в конечном итоге даже производство этого самого современного истребителя не дало должного эффекта вследствие подавляющего численного преимущества авиации союзников. До конца войны сотни тысяч интернированных лиц за несколько месяцев были переведены из концлагерей на востоке Рейха на строительство новых авиазаводов. В феврале 45-го года Макс Манхаймер был переведен из Освенцима в Мюльдорф, город на реке Инн. Мы знали, что там должны были построить подземный завод. А еще знали, что причина этого постоянной бомбардировки союзниками наземных заводов по производству вооружений. Они решили все перевести под землю. Здесь, например, должно было быть три подземных этажа и три этажа над землей. Мне лично все это напоминало древние Египеты, строительство пирамид. Множество людей было быстро перемещено в разных направлениях, а их подгоняли надсмотрщики, потому что работу над проектом надо было завершить очень быстро. Железобетонное перекрытие пятиметровой толщины и четырехсотметровой длины должно было образовать свод над производственными цехами. За время строительства погибло около двух тысяч заключенных. Основными видами работ были земляные, переноска железа и цемента. Это была самая худшая команда, которой боялись больше всего. В то время эсэсовские врачи подсчитали, что если заключенный будет выполнять работу так, как от него требуется, то продолжительность его жизни составит 60-80 дней, и эти подсчеты оказались весьма точными. К концу войны вес Макса Манхаймера составлял 37 килограммов. Многие из его товарищей не дожили до освобождения. В лесу к северо-востоку от Нюрнберга есть еще один скрытый вход в туннель, обычно закрытый бетонной стеной. Горные инженеры открыли вход, чтобы провести кое-какие ремонтные работы. Доггерверк близ Херсбрука одно из подземных сооружений, построенных нацистами. Даже сегодня жители окрестных деревень в Франконских Альпах не знают, насколько обширна система туннелей в горе. Туннели отделывались частями, но, очевидно, никогда не использовались. раз в год Хайнс Рабе проверяет сооружение. Отдельные участки туннеля проседают, особенно зимой, и их надо ремонтировать, а эта работа требует больших усилий. Горный инженер хорошо знает, насколько опасны подземные работы, особенно на участках, которые нацисты не успели укрепить. Незакрепленные каменные блоки могут упасть в любой момент. Мы покидаем отделанные секции туннеля и входим в неотделанные. Как видите, все это песчаник без опоры, и есть большой риск, что груды песчаника могут рухнуть со свода, и в результате возникнут провалы, видные с поверхности земли. Нацисты дали этому объекту кодовое название Эши-1. Мы входим в главный штрек, это место, откуда туннель должны были продолжать вперед. Здесь видны отверстия, пробуренные для взрывных работ, эти темные пятна, которые уже сделаны. Если повезет, в этих отверстиях можно увидеть и заряды взрывчатки рядом со сверлами, вроде этого, которые сохранилось с тех времен. Заряды до сих пор остаются в камне. Здесь есть один такой заряд, так что пробуренные отверстия были заряжены, готовы к взрыву. Все остановилось внезапно, они оставили за собой все как есть. Всего здесь в принудительных работах были задействованы 9 тысяч заключенных из концлагеря в Лос-Сенбург. Около 3,5 тысяч из них погибли. Из запланированных 100 тысяч квадратных метров сооружения здесь было построено всего 15 тысяч квадратных метров. подземные работы должны были продолжаться в этом направлении, как вы видите по этим штрекам. Эти галереи расположены через 20 метров и должны были использоваться для производства. Подземные работы в этой системе туннелей начались в марте 44-го и продолжались до мая 45-го года. Было вырыто около 7,5 километров туннелей и часть из них около 10 процентов была отделана железобетоном, в то время как оставшиеся остались неукрепленными. Это подземное сооружение должно было использоваться для производства авиадвигателей БМВ. Задача состояла в том, чтобы перевести производство в защищенное от бомбардировок подземное сооружение. подневольные рабочие взорвали и выбрали из горы около полумиллиона кубометров известняковой породы. Тем не менее, производство авиадвигателей здесь так и не началось. По приказу американских оккупационных властей после войны все входы в туннели были замурованы, а заброшенный завод предан забвению. Время от времени сюда приезжают бывшие заключенные из концлагерей, чтобы вспомнить погибших товарищей. 3 октября 1942 года этот человек Вернер фон Браун осуществил успешный запуск ракеты Фау-2. Гитлеру требовались тысячи таких ракет. Их собирались строить на самом крупном подземном заводе из всех задуманных нацистами. Конец второй части. Подземелье Рейха, часть третья. К началу 43-го года нацистские руководители сосредоточили надежды на новом чудо-оружии. Они считали, что это оружие могло привести к коренному перелому в ходе войны. На пропагандистском жаргоне Третьего Рейха чудо-оружия назвали Фау-2. Буква Фау означала возмездие. В Пенемюнде инженер Вернер фон Браун разработал новую баллистическую ракету. Ракета, получавшая обозначение А4, была готова к производству. Этим новым оружием возмездия нацисты собирались обстреливать Англию для устрашения гражданского населения. Несмотря на многочисленные неудачи с первоначальными попытками запуска, летом 1944 года ракета Фау-2 была готова к боевому применению. Неприметная горная гряда в районе Гарца. В середине апреля 1945 года американские войска вышли к городу Нортхаузен. У подножия горы Конштайн они обнаружили концлагерь. Еще живые здешние заключенные медленно умирали от голода. Здесь оставшиеся в живых заключенные лагеря Миттельбаудора подробно рассказали своим освободителям о таинственных туннелях в горе и сверхсекретном ракетном заводе, где ССовцы использовали их в качестве подневольной рабочей силы. Но победители уже знали о том, что здесь находится один из важнейших оружейных заводов Третьего рейха. После опустошительного налета англичан на Пенемюнде в августе 43-го нацисты быстро перевели производство ракет на уже существующий завод по производству горючего. Заключенные концлагеря сразу же были брошены на горные работы, где царили нечеловеческие условия. Десять тысяч заключенных были помещены в четыре пересекающихся туннеля. И это означало, что они должны были спать там, где работали. Они были одеты совершенно неподходящим образом для подземных работ. На них были только тонкие полосатые тюремные робы, а там было холодно и воздух был очень влажный. Это естественно быстро привело к распространению легочных заболеваний и неудивительно, что за первые пять месяцев работа от туберкулеза и других легочных заболеваний умерло не менее трех тысяч человек. Остальные умирали от истощения, голода и холода или от жестокого обращения эсэсовцев и гражданских работников завода. Система туннелей общей площадью 250 тысяч квадратных метров в горе Конштайн в наши дни в основном закрыта. Ходить в эти неукрепленные туннели чрезвычайно опасно. Здесь периодически появляются лишь работники горной службы техники безопасности. Однако сюда нередко незаконно пытаются забраться охотники за сувенирами, поскольку детали ракет Вау-2 высоко ценятся коллекционерами. Петер Вольф попал в лагерь Метельбаудора из Освенцима. Как и другие евреи заключенные, он получил свой лагерный номер 105-065. У него остались настолько ужасные воспоминания, что он больше не хочет входить в эти туннели. Мы были заключенными лагеря под Нортхаузеном. Каждое утро поезд отвозил нас к туннелям. Мы считались командой смертников, нас так и называли. Снаружи работать было легче, если можно использовать это слово, чем внутри, поскольку внутри за нами постоянно следили ССовцы и людей все время избивали. Заключенные до нас не видели дневного света, они находились в туннелях круглые сутки. Они спали, ели, работали под землей. Условия были убийственные, а жестокость ССовцев не передать словами. Много народу там погибло. Министерство вооружений выделило 200 миллионов рейхсмарок на строительство гигантского подземного завода общей площадью 600 тысяч квадратных метров. Его основным изделием должны были стать ракеты Фау-2. В соответствии с амбициозными планами здесь собирались производить до тысячи ракет в месяц. В апреле 1944 года выпуск составил 450 ракет. И даже этой цифры редко удавалось достичь, поскольку производство редко шло гладко. Это был необычный завод в том смысле, что изделие, которое здесь производилось, не было готово для массового производства. Почти ежедневно из исследовательского центра в Пенемюнде приходили распоряжения об изменениях в технологическом процессе, и эти модификации здесь внедрялись в производство. В результате более половины изготовленных ракет были не вполне боеготовы. Редкие цветные снимки, сделанные кинооператором Гитлера Вальтером Фрэнсом. Под руководством немецких инженеров отобранные заключенные собирали ракеты примерно из 45 тысяч деталей. Собранные Фау-2 доставлялись в туннель 41 для заключительной проверки. Сегодня 15-метровая испытательная вышка почти целиком под водой. Отсюда ракеты грузили на поезда и перевозили на пусковые площадки в Северной Германии и оккупированной Голландии. По окончании войны сначала англичане, а затем американцы забрали с завода все, что можно было использовать. Затем пришли советские войска и забрали все, что осталось. Тем не менее, в 29-м туннеле еще можно найти реликвии подземного производства ракет. Несколько камер сгорания от Фау-2 и другие детали ржавеют в воде. Это последние напоминания о планах Гитлера перевести под землю большую часть оружейного производства Третьего Рейха. Теперь можно лишь гадать на тему могло ли повлиять на исход войны производство большого количества ракет. Мы показываем первые кадры полета Фау-2 в сторону Англии. По соображениям секретности съемка производилась с большого расстояния и дает лишь общее представление о реальных размерах Фау-2. С огромной скоростью ее узкий стальной корпус поднимается в стратосферу. Первоочередной целью этого разрушительного оружия был Лондон. 7 сентября 1944 года первые Фау-2 нанесли удар по центру британской столицы. В Германии злорадствовал министр пропаганды Йозеф Геббельс. Первые успешные ракетные удары беззастенчиво использовались для целей его ведомства. После массированных налетов на столицу Рейха Берлин я заявил, что наступит час, когда мы нанесем ответный удар по Англии. После этого я подвергся неистовым нападкам английской прессы, которая презрительно спрашивала, уж не изобретено ли то оружие, о котором я объявил в Министерстве пропаганды, а не в Министерстве вооружений. Тогда я не счел нужным им отвечать. Напротив, я был убежден, что чем дольше они будут думать, что это оружие не существует, тем лучше, поскольку внезапность тоже оружие. Поначалу нацистские вожди планировали запускать ракеты Фау из гигантских бункеров. В мае 43-го года в Ваттене, в Северной Франции, началось строительство этого железобетонного колосса шириной 45 метров и длиной 75. Немецкие инженеры полагали, 5-метровое железобетонное перекрытие будет неуязвимым. Но летом 44-го года британские бомбардировщики переубедили их в этом. Незаконченная ракетная база при бомбардировке получила серьезные повреждения и стала непригодной для запуска Фау-2. После налета исполинское сооружение было переоборудовано внутри и стало использоваться для производства топлива. Макет Фау-2 в натуральную величину напоминание о первоначальном предназначении завода. Вермахт рассматривал разрушение объектов в Ваттене как тактическую ошибку союзников, поскольку эта бомбардировка привела к разработке новых более изощренных методов запуска Фау-2. В соответствии с совершенно новым планом, одобренным профессором фон Брауном, ракеты должны были стартовать с многочисленных мобильных пусковых установок. Эти легко маскируемые пусковые установки напоминали призраки. Союзной авиации было чрезвычайно трудно обнаружить и уничтожить такие цели до пуска ракет. Дамы хорошо представляли их опасность, особенно Фау-2. Их запускали где-то во Франции, а потом они падали где-нибудь в Англии. Это действительно довольно страшно. Для тех, кто знал об этом побольше, например, для Уинстона Черчилля это было очень важно, поскольку ему приходилось думать и о моральном духе, а для нас это было просто очередным заданием серьезность, которого мы осознавали, делали свое дело как могли, не задумываясь о далеко идущих последствиях. 617-я эскадрилья королевских ВВС, известная под названием Дэмбастерс, разрушители плотин, вылетала на задание каждый раз, когда британская разведка обнаружила цели такие, как мобильные пусковые установки Фау-2. В городе Визерн в северной Франции стоит, вероятно, самый внушительный подземный бункер, построенный нацистами. Отсюда в больших количествах должно было запускаться оружие возмездия. Местные жители называют гигантское сооружение «ля куполь» «купол». На конвейере внутри сооружения ракеты должны были оснащаться боеголовкой весом в одну тонну. По планам нацистов снаряженные ракеты должны были доставляться в заброшенные каменоломни и сразу же оттуда запускаться. Здесь могло храниться до 500 ракет. Начиная от старых каменоломен, тысячи подневольных рабочих должны были в нечеловеческих условиях строить километры туннелей. Железобетонный купол пятиметровой толщины весил 55 тысяч тонн. Он должен был служить защитным сводом для главной части комплекса. Внутри начались подземные работы. Здесь ракеты должны были устанавливаться вертикально для заключительной операции оснащения боеголовкой. Высота этого восьмиугольного зала составляла 13 метров. Но вскоре после начала работ английская разведка узнала о заводе и эскадрилле Дэмбастерс было приказано его уничтожить. Было очень важно уничтожить его, прежде чем они начали обстреливать нас этим страшным оружием. Нас подробно проинформировали, рассказали все, что было известно об объекте. Идея составляла в том, чтобы полностью уничтожить цели. Это имело двойное действие. В случае прямого попадания объект разлетелся бы на куски. Одновременно были бы уничтожены и фундаменты. Для этой цели британские военные инженеры разработали особую бомбу. Пятитонная бомба Толбой была способна пробить несколько метров сплошного железобетона. 17 июля 44-го года эти бомбы были использованы для налета на Визерн. Хотя самолеты 617-й эскадрильи не смогли нанести по куполу прямой удар, после налета завод полностью вышел из строя, что видно на этих кадрах, сделанных воздушной разведкой. Да, мы получили информацию, когда вернулись с самолета разведки. Туда они прилетели почти сразу же. После съемки они вернулись и нам сообщили, насколько успешно был рейд и надо ли нам снова лететь туда. Но после Толбоя, если ты попадал, возвращаться, как правило, не приходилось. за 11 дней до этого Дэмбастерс также совершили налет на Мимоэг, деревушку в нескольких километрах от побережья Ла-Манша. По приказу Альберта Шпейра летом 1943 года здесь началось строительство другого подземного завода. Здесь планировалось начать производство оружия, способного обстреливать Лондон, как и Фау-2. Одной бомбой Толбоя хватило, чтобы положить конец мечтам Гитлера так называемой пушке для Англии. Бомба пробила бетонный свод и взорвалась внутри горы. Подневольные рабочие пробивали в толще горы стомметровые диагональные штреки для сооружения пяти батарей, каждая из которых должна была иметь по 25 орудий с высокой начальной скоростью полета снаряда. Эти пушки, которые назывались Фау-3 или деловые Лиззи, были предназначены для стрельбы на расстоянии до 200 километров. Неясно, какими снарядами должны были стрелять эти пушки. Согласно одному страшному предположению, речь шла о химических или биологических снарядах, но подтверждение этому пока не обнаружено. После бомбардировки сооружение вышло из строя, но было разрушено не полностью. Сегодня еще можно попасть в некоторые туннели, которым уже больше 60 лет. Вероятно, угроза для Англии была настолько велика, что Уинстон Черчилль беспокоился о Мемуэке даже через 8 месяцев после освобождения Франции. Я не могу позволить, чтобы это сооружение представляло угрозу безопасности страны, написал он в секретном меморандуме. В конечном итоге оставшиеся шахты для Фау-3 были взорваны британскими саперами. Это вызывает вопрос, знал ли Черчилль о планах Гитлера относительно Фау-3 больше, чем известно сегодня. Конец третьей части. Подземелья Рейха, часть 4. Заброшенная железная дорога ведет в безлюдную местность. Это Фальхенхаген, юго-восток от Берлина. Британские документы, в которых идет речь об этом местечке в Бранденбурге, частично засекречены даже в наши дни. Причина в том, что здесь должно было производиться оружие массового поражения одного из самых опасных типов Ю, известных в военной истории. Под газом мы понимаем продукцию химической промышленности, которая может использоваться в качестве химического оружия в ходе боевых действий для воздействия на противника и вывода его из строя. Подобным образом химические вещества, созданные разумом и трудом сотен людей, уже использовались в качестве эффективного оружия во время Первой мировой войны. Нам следует ожидать, что противник снова использует такое оружие и должны быть готовы к этому в любой момент. Учебный фильм Вермахта действия таких отравляющих веществ, как горчичный газ или цианистоводородная кислота было продемонстрировано на живых существах. Великобритания, США и Советский Союз во время Второй мировой войны накопили большие запасы боевых отравляющих веществ. Нацистская Германия также имела 55 тысяч тонн. Доктор Хоффман, физик и бывший член Академии Наук Германской Демократической Республики, изучает историю Пальхенгхагена. В 1938 В 1938 году военные построили этот объект в обширном заросшем густым лесом районе подальше от любопытных глаз. Здесь в ходе программы под кодовым названием «Зейверк» ученые разрабатывали в основном зажигательные вещества. Незавершенные фрагменты зданий – свидетельство проекта, начатого здесь в 1944-м. Высшее военное командование позволило пользоваться объектом компании ИГ Фарбен, производившей для концлагерей печально известный газ «Циклон-Б». Для строительства было выделено 44 миллиона рейхсмарок. Компания ИГ Фарбен собиралась производить здесь боевое отравляющее вещество совершенно нового типа. Химики уже перевели свои лаборатории в Фалькхенгхаген. Здесь было разработано новое вещество – нервно-паралитический газ «Зарин». Это отравляющее вещество планировалось производить на крупном заводе здесь. «Зарин» в основном поражает дыхательную систему. Одной каплей испарившейся в одном кубическом метре воздуха достаточно для поражения. Человек, вступивший в контакт с этим веществом, погибнет через 6 минут из-за отказа дыхательной системы. Время вещества известные в то время могли распознаваться солдатами с обеих сторон. Широко практиковалось использование противогазов. «Зарин», однако, имел другие свойства. Он был невидим, не имел ни вкуса, ни запаха. Смерть от «Зарина» происходила неожиданно. Произведенным за один месяц «Зарином» нацисты могли бы уничтожить население такого города, как Лондон. Когда в начале 1945 года Красная Армия вышла к границам Рейха, немецкие химики в Фалькенхагене упаковали оборудование и уехали оттуда. Победители не должны были получить никаких свидетельств об их планах. К счастью, «Зарин» здесь так и не начали производить. Война закончилась раньше, чем немцы успели это сделать. После войны люди теряли дар речи, узнав о смертельном потенциале того, что здесь разрабатывалось. Это боевое отравляющее вещество было чисто немецким изобретением и было совершенно неизвестно союзникам. 500 тонн ежемесячно это большое количество и с помощью артиллерийских снарядов или авиабом можно было опустошать целые районы. Такое оружие не стало бы разбирать где солдаты, а где гражданские лица. 80-метровый подземный ход. Все, что осталось от недостроенного завода по изготовлению «Зарина». Компания ИГ «Фарбен» в свое время объявила, что производство может начаться летом 45-го года. Сегодня уже не установить, насколько это было реально. В начале мая 45-го года американские танковые части вошли в Австрию. Дезорганизованные солдаты вермахта сдавались союзникам. Эти кадры сняты близ Зальцбурга американским военным кинооператорам. 6-го мая американцы освободили концлагерь Эбензея. Заключенные подневольные рабочие из Эбензея трудились на секретном подземном объекте СС под кодовым названием «Цемент», расположенном недалеко от лагеря. В наши дни внутрь горы ежедневно заезжает дизельный локомотив, чтобы вывести добываемую здесь известь. 60 лет назад нацисты изъяли здесь семейное предприятие и передали его эсэсовцам для производства совершенно нового для того времени оружия. Завод так и не был запущен, однако еще можно понять его первоначальные назначения, особенно если попасть в бывший туннель А. в таких напоминающих собор-залах планировалось собирать межконтинентальные ракеты. В соответствии с амбициозными планами нацистов новейшая ракета 26-метровая А.9 должна была иметь радиус действия, позволяющий достигать территории США. Ежемесячно в Эбензей должны были производить 20 таких ракет. Проект А.9 не был доведен до стадии испытаний. Изобретателя ракеты Вернера фон Брауна по окончании войны вывезли в США, где он продолжил исследования в области ракетостроения уже при новом военно-политическом руководстве. Точное число людей, убитых оружием, разработанным им на службе у Гитлера, неизвестно. В следующей программе мы посетим Обер-Зальцберг, горную крепость Гитлера и обширную систему туннелей под ним. До сих пор значительная часть этих сооружений остается неисследованной. А в недрах заброшенных соляных копий до сих пор хранятся тайны награбленных нацистами сокровищ и пропавшего золота Рейхсбанка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok